Здравствуйте, сегодня у нас в гостях Михаил Козловский. Это тренер по боксу и первый человек, который привез русский олимпийский стиль бокса в Америку. Михаил, мы вас рады приветствовать в прямом эфире. Скажите, пожалуйста, наш общий разговор, он посвящен личности легендарного тренера Константина Дамата. Скажите, пожалуйста... Как-то уже ни от кого не слышал Константина. Все говорят Каз, включая Майка Тайсон, с которым не повезло общаться. Но первое, с чего бы я бы начал, что Каз Дамата – это мой кумир. Как не возводить я кумира, я верю в Бога, но я другого слова не подхожу. И моя икона, как тренер, на которого стоит равняться и у которого стоит учиться. Не обязательно учиться его технике, потому что у него тоже она индивидуальная. Но учиться быть личностью, какой он себя сделал. А что он себя сделал, то в этом вопросе у меня нет. Он себя сделал сам. Не боксеры, а он сделал боксеров и сделал себя. А вот если мы говорим о личности Константина Дамата, что вас восхищает в его личности? Есть определенные качества, которые вы можете выделить? Ну, во-первых, мое восхищение, если немножко в глубину вообще бокса американского зайти. Дело в том, что в американском боксе нет школы. Вот нам очень повезло, выходцам из посоветского пространства, что у нас изначально мы воспитывались на школе. Вот когда ты приходишь, просто параллели сделаешь. Ты хочешь школу, изучаешь А, Б, Б, Г, Д. И после этого, когда у тебя есть уже определенный запас грамматики, правил, ты можешь составлять предложение. В Америке вот этого не было. Не было школы бокса. И до сих пор ее не было. И вот то, что мы видим разные сталы боксеров, как наматывать свой ста, они сами это открывали. Представляете, вот тебе не дали, не научили, допустим, ну, простым правилам, я не знаю, арифметики X, Y, как находить X. Даже как находить просто X, уравнение. А когда дома ты его нашел, потому что нам этот X дала советская школа бокса, нам изначально уже объясняли, почему вот весь тел должен быть здесь, почему нужно делать шаг вперед для удара, почему шаг назад, почему наклон тела должен быть соответствовать с балансом тел. То есть у нас научный, конкретно научный, мы этого не замечали, но был научный подход к боксу. А здесь чисто интуитивный. И вот эта интуиция кастомата вывела его на его стиль. Ну, который пикабу. Вот у меня сыну два года. Вот я вот тоже пикабу, ну, это... Потому что чисто веганская игра в жмурки. И вот он уже у меня закрывает глаза и открывает. Вот это кастомата разработала стиль. Ну, это на уровне, я считаю, гениальности бокса. То есть с этим нужно родиться. Если, допустим, наши тренера, мы вышли, ну, как мы вынесли это из, ну, как сказать, из академии советского бокса. Мы окончили академию, мы окончили институты, мы окончили там техникумы. А этот человек просто пришел в спортзал и построил свою систему. Без ничего, без никаких либо учителей дополнений. Просто у него были какие-то базовые наработки, боксы. И сейчас мы говорим о кастомата, но о нем в этой песне боксерскими. Скажите, пожалуйста, а что вам известно про стиль пикабу и его происхождение? Ну, во-первых, ничего не известно. Потому что это была чисто идея кастомата. Другое дело, что в этом стиле тоже уже начинаешь, ну, однозначно тот, кто разбирается в боксе, понимает, что это чисто направлено для определенного типа боксеров. Как Флойд Паттерсон. С учеником, на котором он стал экспериментировать с этим стилем. И успешно. Потом Тайсон. Если мы посмотрим бои Флойда Паттерсона и Тайсона, мы увидим, ну, совершенно один стиль. Но Тайсон более усовершенствован. Ну, прошло все-таки почти 30 лет, когда этот матч с Тайсоном пошел кастоматом. Естественно, уже были свои более серьезные наработки в этом стиле. Но как я вижу здесь, вот в Америке, как это происходит. Почему вот именно мы знаем, что Майка Тайсона привели кастоматом. Его друзья, его бывшие ученики. В Америке здесь нет таких различий, как стиль. Но здесь существует американский стиль, европейский стиль, там Russian Star. Сейчас его больше называют Russian Olympic Star. И вот что интересно, я всегда, когда ко мне подходят американские тренера или боксеры и говорят, Майк, вот, к примеру, Амирхан, его стал тренировать тренер ворта. И они говорят, Майк, вот Амирхан бы лучше тренировался у тебя, потому что как раз это твой стиль. Это американцы, это твой Russian Star. То есть здесь, как они, ну, даже можно сказать, дилетанты вовсе разбираются в стиле. И поэтому, когда у Картамата свой стиль, я думаю, здесь присутствовала еще, ну, помимо его таланта, необычность этого стиля. И необычность этого стиля делала тоже тренера необычным, индивидуальным. И на этом он тоже делал свое имя. Всего рядом скромный, да, он скромный человек, преданный боксу. Я его прекрасно понимаю. Но он был амбициозным. Почему? Потому что, чтобы создать таких, ну, глобальных боксеров, не может быть тренер, не может быть просто ты. Я в это никогда не поверю. И поэтому я понимаю, что когда Тайсон, когда, не знаю, Соли, Картамата боксировал, так же он хотел быть чемпионом. И все свои мечты он воплотил в своих учениках. И я прекрасно понимаю, что многие не знают, что история была, когда у него был Грациан. Грациан – это галерея славы боксер. Но в любителях его раскрыл Кастамата и перед профессионалами, или, может быть, там, я точно не знаю, началась уже профессиональная карьера. На Кастамата наехали. Наехали мафиозники. И он вынужден был уехать из Нью-Йорка. Как он сам сказал, когда ему сказали, зачем вы уехали, он сказал, вы не знаете, что это такое итальянская мафия. Мне повезло это узнать, потому что я вырос в 90-е годы, не прошел 90-е годы в России и тоже знаю, что это такое. И поэтому, когда говорят про Кастамата, это не значит, что он простой, потому что он носил один костюм. Он был очень сложный, потому что у него не было времени до костюма. Я переведу такой же параллель, когда Эйнштейн, ну, великий физик Эйнштейн, и когда он уже приближался к тому времени, когда он стал Нобелевским лауреатом, уже был известным человеком в мире физики. И друг ему говорит, что ты так одеваешься, ты посмотри, ты будешь как лоб, у тебя то носок не одеваешь. Он говорит, а меня все равно никто не знает. А потом он выиграл Нобелевскую премию, ему вручили. И в 5-20-х, он говорит, ну, у тебя уже ты заработал миллион, ну, купи себе костюм. Он говорит, а мне и так все знают. Вот то же самое я считаю про Кастамат, такая же параллель. Он, своего рода, Эйнштейн в мире бокса, потому что были и другие великие физики. Но вот Кастамат, у него своя звезда в мире мирового бокса. Но это мое мнение, ну, как не подлежит обсуждению, то мое мнение чисто. А скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, вот мы знаем, что Каста прошел очень трудные времена. Да, была и итальянская мафия, с одной стороны. С другой стороны, он судился 11 лет с IBS. У него забрали лицензию, он не из богатой семьи. И вопреки вот этим всем сложностям, вот как один человек мог противостоять всей этой системе и показать феноменальный результат? Да, вот почему он мой кумир, потому что мне немножко еще сложнее. Я один человек вообще, у меня одни враги здесь. Ну, хотя там кто-то коменты ставит, почему-то у вас везде. Конечно, у меня враги, кто мне здесь, кому я здесь нужен, я в чужой стране. И Кастомат, как я прекрасно понимаю, но ему повезло, ему больше повезло, чем мне. В каком плане, что тогда был бокс на такой фазе популярности, то есть там, ну, боксеры, каждый второй был боксером. Он работал в Нью-Йорке. Во времена, в его времена, чтобы стать чемпионом золотых мальчаток Нью-Йорка, нужно было провести по 8-9 боев. Представляете, на Олимпиаде проводили по 6, по 8-9 боев. Великий Шубар Рей Робинсон на одном из золотых мальчаток в турнире, который он выиграл, провел 9 боев. Представляете, сколько противников, это сколько боксеров, какой материал, колоссальный материал. В этом плане, конечно, ему повезло. Поэтому, когда у тренера есть вот этот материал, я говорю, как тренер, все остальные мелочи. Просто мелочи, потому что такой, такие у него, как масштабные идеи, они все перекрывают. Поэтому, видите, его даже наехал на мафию, наехал в катскил, и все равно там нашел ребят, и все равно там все это построил. То есть человек, это сильная личность, это сильная личность. Мы встретились один раз, ну, много лет назад, ну, немного, может, там, 5 лет назад. Тедди Ахас, ты слышала про таковы? Тедди Ахас? Да, знаю. Это один из его учеников. И он и то, что-то твое лицо знакомое. Я говорю, ну, я Юлия Форман, тренер. А, он мне только окей, окей. И мы что-то разговорились, и я говорю, Федди, знаешь, что я тебе завидую? Ты был с кассом-доманов, ты с ним общался, ты жил у него дома. У меня такая в тебе зависть. А он так заулыбался, я говорю, Федди, знаешь, я буду следующим. Я буду следующим кассом-доматом в мире бокса. И он так лицом возьмется, у меня так по плечу в блоку. Good luck! Ну, наверное, прикольно. Так поэтому, ну, кассом-домат, видите, он дает, я уверен, не одному мне он дает еще, как это называется, как здесь, ну, английский не вышло, русский забыл. Флюиды, понимаете, вот это, bad passion, как здесь, ну, попроще сказать, флюиды, вот таким, как я, мотивирует нас для того, чтобы мы делали свой чемпион. Потому что у него были такие трудности, на что нам жаловаться. Поэтому, как мы тоже, эмигранты, какая у нас семья, у нас вообще, мы еще беднее его. Мы приехали сюда без языка. Вот мой пример. Есть столько других тренеров. Там приезжают другие страны. Поэтому кассом-домат, он еще и мотиватор. Он еще мотиватор для любого тренера, который действительно мечтает воспитать чемпиона. А тренер, если он не мечтает воспитать чемпиона, а зачем тогда заниматься этим делом? Работать в школе, работать там, я не знаю, заниматься фитнесом, но не называть себя тренером. Тренер – это тот человек, который воспитывает чемпиона. Как многие мне говорят, вот он человек хороший. Я человек очень спокойный, хотя у меня есть много друзей, но я тренер. Я в первую очередь тренер. И касс-домата для меня, иногда у меня получается, кто-то разговаривает с Богом, а я могу разговаривать с касс-доматом. Интересно, у нас была такая встреча. Я давно не виделся, дай Бог Богу здоровья, я не знаю, что нужно с Виталием Каратом. Это человек, бизнесмен, который самый первый организовал матч в 60-х годах в СССР в США. Виталий Каратом. И когда я начал привез Юрия Форгу из Израиля сюда, мы начали боксировать. После того же не помнили, когда мы выиграли золотые перчатки, он пригласил нас в ресторан. У него было 93 года. Свежий, свежий он просто уникальный, память хорошая. И я, естественно, первый его спросил, вот вы общались с касс-доматом, что вы можете про него сказать? Он посмотрел на меня и говорит, касс-доматом это человек, который может говорить 24 часа в сутки о боксе. И Юрия Форгу говорит, это Майк. Вот это для меня комплимент. И какие бы ни были трудности, если ты живешь боксом, то же самое говорю друзьям. Я бы никогда не остался в Америке, если бы у меня не было цепили приблизиться к кассу-доматом. А может даже где-то и превзойти. Это почти нереально. У меня два олимпийских чемпиона, два таких великих чемпиона мира. Но как блажен, кто верует. И этот стимул держит меня, вот эта мотивация держит меня здесь в Нью-Йорке. Хотя, как я не скрываю, есть уже имя, можно в России делать уже деньги. Вот именно делать деньги на боксе. Ну, на имени. Так что вот такой кассу-домата для меня. Это глобальная личность. Еще такая интересная история, я думаю, тоже будет людям интересно знать. Ну, во-первых, опять его гениальность как тренера. Давайте будем говорить о хорошем. Мы в 2001 году, не помню, когда я раскручивал форум перед профессионалами, пригласили к себе Гарри Гитерсона. Это один из известных менеджеров в профессиональном боксе. Угостили его пельменями, начали разговаривать. И он говорит, Майк, смотри, я молодой менеджер. Ну, где-то моего возраста, но старше меня. Немножко старше меня. Шелик Финкель, а Шелик Финкель это как мой папа. Мы молодые менеджеры. Всегда причем кого-то подписать. Ездили в катскил общаться с касс-доматом. Чтобы он нам, ну, подсказал, потому что, ну, у него видение боксера. Стоит ли его подписывать. Потому что не каждый чемпион, среди любитель может стать профессионалом. Это я тоже уже понимаю, что, ну, это имеет мэстер в боксе. И он говорит, мы приезжаем к нему. И он говорит, ребят, у меня такой проспект. У меня все, у меня будущий чемпион мира. У меня будущая звезда. Открывает дверь свой сал. Мы так смотрим. Прыгает мальчик. Ну, говорит, вес, наверное, где-то килограмм 60, ну, килограмм 70. Маленький мальчик. Ну, такой, прыгает на скакалке. Он смотрит на наши спокойные лица и говорит, это он. А мы, говорит, Шелик Финкель посмотрели друг на друга. И говорит, да, у касса поехала крыша. Это был Майк Тайсон. То есть даже такие люди, которые, ну, уже лично разбирались в боксе, менеджеры, они почитали кассу сумасшедшим, когда Майк еще был там 15-16 лет. Он сказал, что тогда будет звездой. Так что, как в этом плане, это действительно, на мой взгляд, это гениальный сказдомат. И прошло столько лет, он столько искал этого, он ждал этого пара. С Тайсоном, кстати, когда мы общались, там, ну, мое, мое категоричное утверждение, что если бы Тайсон, потому что я в Америке уже проработал почти 20 лет, если бы Тайсон тренировался у других тренировок, никогда бы не стал Тайсоном. Ну, это действительно стечение обстоятельств, что он попал в кассу Дамата. То есть это не Мухаммед Али, одаренный как Али, или как Леонард, или как тот же Хаглер, или Хернс, там, там, там. Но ему повезло попасть в кассу Дамата. Во-первых, психологически. Касс Дамата тоже мне иногда говорят, вот, Миш, ты так орешь на своих учеников, там, ты где-то унижаешь. И я говорю, посмотрите на видео кассу. У него, какой у него голос? Это больше, чем командный. То есть у него уже такие нотки. Он мне напомнил мою встречу, может, ну, наверное, зрители знают, Яшина, который играет сейчас у вас в России, да, Алексей Яшин. Для меня он любит Леша. Мы с ним познакомились много-много лет назад, когда он еще играл в Вайландес, здесь, в Нью-Йорке, в бане. И когда только разговаривали, он говорит, а вы тренер? А я говорю, всего ты взял? А у вас такой голос, у вас командный голос. Вот это тоже талант Алексея Яшина. Привет, если кто-то его слышит, ты знает его, да. Он говорит, а вы тоже тренер? Ну, а вы что, тренер? Я говорю, всего ты взял? Видите? И вот касса, когда смотришь, много-много из него его идеализируют. Он нормальный человек, он жесткий. Если даже Тайсон говорит, что я не верил ему там до определенного момента, может многие эту историю не знают. Тайсон думал, что он там и думал, может, и гей, и может быть, он просто его хочет иметь как мальчика, или там ему нужен был ребенок, потому что у него не было детей. У Тайсона были разные томства, но он ни в какую не мог поверить, что Каздамата действительно видит в нем будущего чемпиона. И он, как он рассказывает, когда случайно услышал разговор Каздамата, когда спускался в туалет, и Каздамата с кем-то разговаривал, говорит, у меня будущий чемпион. Он говорит, о, это про меня говорят. То есть это вполне реально имеет место. И если мы смотрим сейчас на Тайсона, только длительное интервью, когда он начинает говорить про Каза, у него всегда слезы на глаза. Это уже понятно, что здесь уже психология, здесь уже такой совмещение двух психологических личностей, сильная, сильная, это Каздамата, это не Тайсон, сильная личность, которая перенесла свою энергию, вложила в этого Тайсона и сделала с него тоже сильную личность. Хотя мы видим, там даже ролики, слава богу, сохранились, идем, плакал, тын-паян, это говорит о его слабой нервной системе, но он попал именно в нужные руки и именно в то время, когда идет ломка. Видите, опять, нам повезло. Я это изучал, эти психологические возрасты, 12-15 лет в институте. А когда я спросил Тайсона, он говорит, да, я с 12 лет, я думал, с 14 лет, он говорит, нет, я с 12 лет у Каза. Я говорю, как раз он попал на психологический момент, когда идет формирование личности, а это уже доказано наукой. Спасибо опять нашему советскому образованию. так что, и видите, Каза Мата не образованный. Но вот дело, вот это опять говорит о его генеральности. То есть кто-то заканчивает институты и что-то знает, кто-то вообще ничего не знает, а кто-то ничего не заканчивает и больше знает интуитивно, он не может это объяснить, но интуитивно он это воплощает в жизнь. И вот мы видим у великих боксеров Флойда Паттерсона, это еще олимпийский чемпион, и Майка Тайсона. И Хосе Торреса. Торрес, понимаете, Торрес уже немножко был его личным. Я считаю, что он очень много ему дал. Это, ну, но он заслуживает Каза Мата после того же Паттерсона, он заслуживает, как, доминировать над тренерами Торреса. Но я сейчас говорю конкретно от его мальчишки, который мне кто-то написал, о, Флойд к нему пришел, уже у кого-то тренировался. Даже если он у кого-то тренировался, у меня такой информации нет, он пришел к нему из футбола американского, и это было в Нью-Йорке, и пришел к нему мальчишкой, и сколько я читал интервью его самого, Флойда Паттерсона. Он же один раз предал Каздамана. Он говорит, вот такая интересная история была, когда, как он говорит, я никогда себя не прощу этого. Он говорит, что в начале его профессиональной карьеры мне надо сказать, посмотри Каз, да он никто, да он, да посмотри он это. И я смотрю, действительно он никто, и я смотрю он это, и я смотрю он это, и я ушел. И никогда себя не прощу. Так что такие были у них тоже как жизненные перипетии. Каздамата, действительно я понимаю, как он пришел, потому что мне тоже повезло, что мне предавали ученики, я знаю, что это такое. Я представляю, как это было Каздамана, но мне немножко легче, потому что еще мало того, что его предавали, на него еще наезжала мат, и это страшные вещи. Действительно, этот человек, как он вообще не ушел из этого языка, он уже говорит о его сильной личности. Конечно, такая личность смогла из Тайсона вылепить вот то, что мы сейчас имеем. Я себе сказал еще с самого начала, когда еще... Смотрите, Каздаматы сейчас более и более популярны. Еще буквально 20 лет назад я приехал в Америку, мало про него говорили. Мы больше знаем... Вот, кстати, такой парадокс. Мы больше знаем об американском боксе, ну, наши специалисты, чем американцы. Это действительно парадокс. Я уже не говорю, что они не знают только, кто такая... Ну, старшее поколение, конечно, знает Анжела Дейвс. Они знают только Мартин Лютер Кинг, но они знают, кто такая Анжела Дейвс. Я говорю, мы знаем, кто такая Анжела Дейвс. Я уже с 10 лет знаю эту игру. А вы не знаете, что так говорить про боксер. Они даже политики такие, которые боролись там сами. И это сейчас черными говорили. В основном тренера и тренера и боксеры. И даже начинаю, когда разговариваете, ну, общаются с тренерами, например, с папой Джуды. То есть они... Вот кроме вот Нью-Йорка, вот этот этап чемпионов, какого-то, который на слуху, они не могут сказать, кто-то говорит, там, Дэмпси. Ну, я не говорю про Юэлл, но там есть тренера, которые знают, Джек Пеймси. Я уже не говорю про Джин Тони. Получается, мы больше знаем историю. Опять, видите, как образование. Да, у них есть единицы. Да, опять эти самородки, которые делают этот бокс американский. Сейчас он все меньше и меньше. Почему, вот, американский бокс сейчас, как даун, как низ, ну, пошел вниз. Ну, опять же, на мой взгляд, это с олимпийского бокса. И видите, смотрите, вот опять же Каздамата. Все идет с олимпийского бокса. Все большие чемпионы, они были любителями. Олимпийскими чемпионами. Каздамат один из тех, который доказал, что вот взял мальчишку, сделал из него, из того же Тайсона, он тоже хотел сделать олимпийца, и только потом профессиональный бокс. И это нормально. Сейчас Америка это утратила. Сейчас вот и Россия, там, Казахстан начали тоже, к сожалению, болеть этим вирусом. Зараза быстро распространяется. И сейчас начинается сегредация. Это тренер-профессионал, это тренер любителей. Но странно. Мы говорим до сих пор про Флойда Бадасона. Мы говорим до сих пор про Мухаммеда Али. Мы говорим до сих пор про Леонарда, которые были любительными чемпионами и профессионалами. Мы больше про них говорим, чем про современных чемпионов. Логично? Да. И вот это в Америке сейчас растерялось. Потому что я не знаю, с чем это связано. Может, стали меньше рождаться таких, как Каз, тренера. А может быть и все вместе. Что они, может, даже рождаются, но уже обленились. Что уже нет времени заниматься детьми. Представляете, Каздамат у него такое имя было. У него были спонсоры. И он взял 12-летнего мальчика. Вы можете себе представить? 12-летнего мальчика, вот этого Тайсона, который ученик его сказал, Каз, вот этот может быть, ну, мне кажется, он это твой стиль. Это Каздамат. Ну, ты можешь сказать, 12 мальчика. Вот у меня сейчас тренируются здесь в момент, ну, сколько? У меня, наверное, сейчас 50 мальчишек. Ну, там, младшему там 5 лет, старшему 15 лет. Сначала у меня новичок одного пришел, 15-летний мальчик. И вот я смотрю на 12-летний, на 10-летний. Ну, да, немножко они были, кстати, насчет Тайсона скажу маленькую историю. Мне повезло, про Тайсона действительно такие, ну, это уж точно мало кто знает. Мы общались с Юэлом Джудой. Юэлом Джудой. Наверное, все его знают, он тоже популярный во всем России. И вырос там же, где и Тайсона, в этом же районе. И Юэлом мне рассказывал, я не повыкар Тайсону, уже точно не помню, было лет 9. Он говорит, мы стоим о 70-е. Вы представляете, что 80-е в Америке? Это мы старшее поколение, мы порт. Как нам говорили, наша идеология совдеповская. Я люблю Советский Союз, но иногда она совдепию не очень. И они говорили, вот вам каждый день секунд кого-то убивают, насилуют. И вот в это время Юэл Джудо, папа Джудо, был один из крутых, как нам говорят, именно крутых человек в Нью-Йорке. Он был чемпионом по кейбоксу, то есть был крутой парень. И он говорит, я стою, и ко мне в один из вечеров подходит пацан, дергает меня за рукав. Я тоже хочу быть мафией. Это был Майн Тайсон. Поэтому мы как видим у них отношения, он Забы считает братом, они там очень близкие отношения, вот это от Юэла. И что интересно, когда я еще тренировался, еще в Казахстане, у нас были в городе, нас звали шаровские. Мы ходили на танцы, там 17-летние пацаны, но нас прикрывали всегда ребята, которые там или отсидели, ну как это называется, синевая там, уголовники там, но они все равно занимались боксом. И у нас как бы была такая же наследка крышей, мы там немножко, может, даже где-то найдем. Но мы их уважали, мы становились потом мастерами спорта, кандидатами, но они для нас, на первую очередь, были авторитеты, потому что в городе. И вот я то же самое увидел в глазах Тайсона, когда он смотрел на Юэла Джун. То есть Тайсон такая сюрприз, а когда первый раз он меня с ним познакомил, но у меня даже были мурашки, вот такая, такая личность. И я смотрю, как он смотрит на Юэла, и я вспоминаю, как мы смотрели на наших вот этих мальчиков с 70-х годов. Вот это, то есть, я к чему это говорю, что у меня действительно подлинная информация про Тайсона, или от Тайсона, что он мне сказал, пусть она маленькая, но она такая, ну так, выставленная, потому что, я помню, мы в зале у меня с Сашей на маршрут, надеюсь, он у меня висит, два раза выиграл Америку, а тогда он еще, только мы готовились в чемпионат Америки, не Тайсона взял, у него там были показательные, ну показательные съемки, там я не знаю что, он взял моего Сашу как спарринг-партнера, кто-то показывал, и Саша сказал, подрезай, я буду тебя подрезать, подрезал он Сашу, у Саши было 15 лет, и потом он спросил, сколько тебе лет? Ну Саша тут 15, я говорю, вот мы готовимся к Америке, в апреле будет, ну не в апреле, летом будет Америка в боюшем, Тайсона такой, а я выиграл Америку в боюшем, такой горный, и я начал говорить, вот спрашивать его, как он с кассом, начал спрашивать про касса, так он, у него же были там журналисты, это же не для нас, мы просто тренировались там в зале, и попали под это время, так он потом, ну раза четыре или пять подходил ко мне, и что-то вспоминал про касса, вот так его это затронуло тему, что единственный человек из всех там там, сколько было, не знаю, 30 журналистов там, этих зрителей, и он подошел ко мне вот несколько раз, даже с кем-то общается, раз идет, о, касса чего это рассказывал, о, касса мне вот это показывал, вот такой касс, вот представляете, ну, какая это личность, поэтому, единственное, что жалко, что он не дожил до вот этого времени, чтобы, как, чтобы вкусить, вот он всю жизнь, он работал для того, чтобы воспитать ребенка, быть как художник, написать свою картину, и вот, в конце концов, ему удалась эта картина, как вот, как Ван Го, которая стоит миллионы долларов, и он умер, вот это, вот это само обидно, вот это само обидно, но мне обидно, что я не застал его, это единственный человек, с которым бы я хотел общаться здесь, на всем мире, потому что я уже пообщался с людьми, с тренерами, к сожалению, в основном бизнесмен, а те, кто не бизнесмен, они пока еще не воспитали Дайсона, поэтому мы с ними дружим, это не тот калибр Касадомат, потому что немножко здесь у меня такое тренерское одиночество, ну, с другой стороны, и хорошо, так как Касадомат тоже был одинок, в своем плане, только он был в Каске или я в Нью-Йорке, но так же по лесу нахожусь, из-за того, что, кажется, там, друзья, все, Майко, то есть, это тоже стимулирует, а с другой стороны, это не дает расслабляться тоже, Касадомат вообще, я представляю, как его ему было доказывать, он же всегда доказывал, вот так я рад, что у него, это столько там, ну, на него, получается, под конец жизни на одиночестве, если не Майк, получается, он умер бы несчастный, а он умер счастливый, он уже знал, что Майк чемпион мира, он уже знал, вот уже, вот уже, вот уже еще, и, в принципе, несколько месяцев Майк действительно стал чемпионом, самый молодой, опять, опять повторил рекорд великого тренера, то есть, когда мне говорят, вот там, тот тренер был, тот был, или когда я смотрю сейчас на ныне живущих, там, тренеров, того же Фредди Роуча, я имею право про него сказать, потому что из Нью-Йорка, я тоже, ну, в Америке кого-то подготовил, 30 чемпионов мира, 30 чемпионов мира, а он не сделал ни одного даже чемпиона Лос-Анджелеса, это я знаю, я нигде его не видел на чемпионатах Америки, я нигде его не по любителям, я знаю, что 100% у него нет чемпиона Америки, не любителей, а у Кассы были олимпийские чемпионы, и как можно его сравнивать с кассой вот с этими, у нее два, но они любители, поэтому сильный тренер, который выстрадал, который взял мальчика и выстрадал, а когда ты берешь готовых ребят, еще неизвестно, лучше ты сделал или хуже, у тебя 30 чемпионов, ну, как ты 30 чемпионов, на этом уже сколько жизней нужно, чтобы сделать 30 чемпионов, то есть вот этот трудом, к сожалению, он и портит бокс, к сожалению, опять же этот вирус идет на пятна полсоветское пространство, все начинают быть Фредди Роучер, они не думают о том, что нужно взять мальчика и смотреть на Касс Даматов, нужно премьер брать с Касс Даматов, вот они настоящие тренера, на них надо равняться, как Майковский говорил, но это старший апокалиста, может, в школе тоже учили, он говорит, любовь это просто бессонница Ирваны срываться, ревнуя Коперникой, его, а не мужа Марии Ивановны считать своим соперником, вот, вот, вот это Касс, и поэтому надо, как говорится, ревнуя Касс Даматов, принимать учеников, тогда получится, они, как их называют, прохинтеем и паразитами на боксе, вот что такое Касс Даматов для меня. Я вас поняла, спасибо. Михаил, а скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-либо фраза Касс Даматов, которая вот вам запомнилась? О, это гениальная фраза его? О, это как, сейчас, это просто, надо найти искру, вот боксер, надо найти искру, вот эту Борскую искру, дуть на нее, чтобы из нее получится, получится пламя, а потом держать это пламя, увеличивать, чтобы получится огонь, который все, ну как, он все сжигает, и контролируйте, вот это значит лень. Это, ой, это вот как так емко, это опять, это как великую фразу сказал, а мы опять скажем Майковский, вот сейчас мне пришло в голову, поэзия, та же добыча радио, гранд добыча, год труды, изводишь единого слова радио, тысячи тонн словесной руды, вот то же самое. Представляете, взять искру, надуть, сделать из нее огонь, а потом этот огонь еще держать, когда из нее пламя уже пошло там все сжигать. Вот это, вот это работа тренинга. Но это, конечно, с этим надо родиться. Я поняла. Вот это кастомат, я считаю, что должно быть для других тренировок, как стремиться к этим, вот разведеть эту искру, увидеть ее. И, естественно, дуть, дуть тяжелее, уже надо тратить силу, чтобы еще ее раздуть из нее, и за скриплами это очень тяжело, надо хорошие легкие иметь. Михаил, а вот если мы говорим вообще о менеджменте каста, да, о его подходе, к воспитанию, к дисциплине и так далее, то есть мы видим и читаем истории, и коллеги, да, есть люди, которые говорят, что Константин Дамата обладал паранормальными способностями. То есть было очень много случаев, тот же Лерри Радсу, да, в своей книге с Майком Тайсоном, вот он тоже нам говорил, рассказывал, что, да, этот человек, вот было что-то в нем, вот что-то нестанно. Ну, понятно, это вот в этом, как вот я смотрю просто даже на примере, самый свежий пример, это Тайсон. Потому что чем больше, ну, чем больше я узнаю Тайсона, тем больше понимаю величие Каст Дамата. Вы понимаете, Тайсон, по-своему, вот его геройство, геройство, вот как я понял, ну, я общался с друзьями, которые знают его с трех лет, ну, из его правильствила, там, тренера. И я понял, ну, Тайсон, это был трусом, трусливый мальчик. Но, как я, трусливые мальчики на народе, на народе, как говорится, и смерть красна, они бойцы. Ну, вот так чисто вот один поставить его, и как тренер я понимаю, почему он плакал, почему он нервничал предпоять. Представляете, какая вот личность, вот эта вот грандиозная личность Каса, поломать его психологию, понимаете. Ну, повезло, конечно, Тайсон жил у него дома. Я уверен, что если бы Тайсона этого не получилось, если бы Тайсона были родители, это бы, конечно, не получилось бы. Но это сечение обстоятельств, но сам факт, что Каст так это все перевернул, и вот именно вытащил вот этот, вот понимаете, как он говорил, все трусы. Он мне напоминает историю, опять же, это, вот Каст Дамата мне помог еще в России. У меня был мальчик, я не буду его называть, он мне там на фотографии, не буду называть его вторым стал на России, на Олимпийские надежды вторым стал на России. В 13 лет он пришел ко мне, тусливый, но я узнал, что он в школе учится хорошо, он чуть ли не разговаривает, там, ты нескольких, он умный мальчик. И он тяжеловец, правда, маленького роста, как Тайсона. А я уже узнал Каст Дамата, что, как бы эту историю, я сам молодой тренер, когда был в 90-е, что все боятся. Ну, я по себе знаю, тоже нервничал там и прочее, поэтому не стал международником, потому что мне не повезло в психологическом плане стать великим боксером. Хотя трудился я, может, за троих великим. И вот это все вместе, я стал экспериментировать на Андрея. Андрей его зовут, я помню, не буду говорить. Я говорю, Андрюш, ну смотри, они тоже боятся. И вот так день за днем я ему это внушал, внушал. И он стал наглеть, а потом еще даже стал бандитом. Понимаете? То есть я прекрасно понимаю Каста. Представляете, мальчик живет здесь дома, и он ему с 12 лет там уже, он 100% уже прочувствовал это, но так как он видел его талант, вот эту мощь, природные данные, потому что видно, что Тайсон кардинированный, быстро схватывал его технику. Естественно, психологический момент. Мне в этом плане очень сильно повезло. У меня, что формер, все мои чемпионы, даже которому я помогал Люк Кэмпбелл, который стал именем чемпионом, они все психологически были как лузерами. Форма вообще был трусом. Его мама родная мне звонит и говорит, Майкл, ну он же трус. Миша, ну он же трус, ну какой из него чемпион? Когда ему было 15 лет. Его родная мама так говорила. И вот когда из них делал человек, я понимаю из ноги Касса, что я от него это не слышал. Я слышал это от Хопкинса, великого боксера, который сказал, что бокс это 90% психологии. Ну может не 90%, но 80% точно. Я думаю, если Касс где-то и говорил, я тоже так считаю. 80% как минимум, бокс это психология. Вот это его феномен. Но я не знаю, ведь говорил ли такой Касс Дамата, но в сумме я пришел к такому выводу, что психология, самое главное в боксе это психология. Да, кто-то рождается чемпионом, к нему это не относится, но в основном это психология. Это естественно у него были, я не знаю какие паранормальные явления, но он необычный человек, это однозначно. Чтобы внушить мальчику быть на такой уровень годами, это нужно иметь какие-то особые, ну особый дам, это нужно иметь особый дам. Понятно, что он всем обладал. Но это мое глупого, ну как, я убежден в это. Майкл, а вы считаете Константина Дамата феноменом? Конечно, но он вообще на мой взгляд, ну дай бог, дай бог у меня служится хорошо, но он незаслуженно забыт. Вот то, что о нем мы говорим, он забыт. То есть это тренер, о котором нужно говорить на каждом углу. Это тренер, который нужно в любой стране говорить, особенно сейчас по советскому пространству, чтобы равнялись не на Роучи там, не на Санчеса, а равнялись на Красс Дамата. Это потому что это, это должны быть, это должна быть энергетика. Вот я был молодой тренер, я был пацан. И уже с 80-х годов, когда только впервые еще на черном рынке кассеты стали появляться Тальсона, я смотрю, там он показывает раз-два. Как проверить раз-два, смотрю, они, вот чисто поработают по советской системе. За счет нол разъем, правда, немножко корпус наклонен, но это я попозже уже сделал свое открытие. Но сам факт, я говорю, он же учитывал как мы, ну как наши тренера, как вы учитывал своих учеников. Я тогда еще не понимал, когда я еще жил в Советском Союзе, не понимал, что в Америке вообще нет школы бокса. Вообще просто, ну как, каждый, кто во что гарантствует. И в итоге, смотрите, сколько чемпионов они победовали. То есть вот это талантливые тренера и феномены. И вот над всеми ними, конечно, стоит Кастомат. Потому что, ну, надо тоже понять, как, ну, нужно быть, то есть, то есть он как, ну, как Пикассо. Пикассо он умеет и абстракционизм, но у него еще и картины, и такие же картины, и оригинальные, или там импрессионисты. Они могут и импрессионизм, и они могут, как называть, написать картину, которую мы привыкли видеть. Ну, обычного плана. Вот это тоже Кастомат, их единицы. Но я, так он Кастомата все поглотил у меня, что я уже, например, на тренировках, как, ну, не углубляю свою деятельность. Потому что, ну, это такая глыба, как ГАЗ. Опять же, я говорю, что нам опять повезло. Выход сам из полсоветского пространства. Мы все любители. Хотя мы были профессионалами внутри. Наш лимбийский бокс был профессиональным. Лимбийский бокс состоящий только в Америке. Это тоже я здесь открыл. Здесь, на лимбийский, они ходят на работу. После работы идут в зал. Тренеры, может, ты тоже не знаешь. Единственный тренер, который получает зарплату государства, это старший тренер национальной лимбийской сборной США. Один тренер, который получает государство зарплату. Остальные все, включая меня, вы все зарабатываете, ну, как можно. Ну, мне повезло, что я живу на боксе в последний год. А до этого я работал. И, как многие здесь тренера, которые со мной работают, они после работы приходят сюда в зал. И, как это у них называется, хобби. У меня, слава богу, это уже работа. Опять же, спасибо опять КАЗ ДАМАту тоже. Это его заслуга в этом тоже. Ну, главный заслуга советской школы бокса и КАЗ ДАМА. Михаил, вот вы очень правильно заметили, что на самом деле Константин ДАМАта – это забытый тренер. То есть все восхищаются его результатами, его бойцами, но о нем мало кто сейчас говорит. И вот мы, например, очень-очень благодарны, да, моему шефу, ученому, доктору Олегу Мальцеву, потому что он является меценатом этого проекта. Моя благодарность тоже ему, потому что даже пять тренеров сейчас услышат эту информацию, лишний раз заглянут в Википедию, лишний раз заглянут в какие-то издательства того же Мальцева, и больше откроют для себя КАЗ ДАМАТО. И это и будет мотивировать. Потому что в России, ты не представляешь, сколько тренеров молодых мне пишет сюда твои имейлы? Майкл, вот это плохо, вот это плохо. То или зала нет, то или этого нет, или там манфия, судейская. Ученику не дают протолкнуться, у нас нигде денег платить. А я так про себя думаю, я про себя уже не говорю. КАЗ ДАМАТО, у него вообще ничего не было. Ну да, у него было легче немножко. Это его дом был, он здесь жил. Но вот благодаря КАЗ ДАМАТО, вот то, что он прошел, мне это помогает здесь жить. А вы же там дома. Я понимаю, тяжело, но не настолько тяжело, как было там уже КАЗ. И он же как-то воспитал. Так вы представляете? Вот еще, вот хорошо, что сейчас вы меня подвели к этому разговору. Самое главное, что во всей, в Америке никогда не было сборов. Ну, были сборы там 15 дней, там месяц, представляете? То есть у них нет такой системы, как сборная, как у нас. У нас же все вырастают на сборной. Приезжают 20 тренеров, а иногда там 30, и работают, и каждый тренер, вот он, это мой чемпион. А там на него целая система наработала на его ученика. Там неизвестно вообще, что этот тренер свой дал. А КАЗ ДАМАТО, он брал туда мальчика, вот не сбором. Представляете? Готовят его, выиграл Америку, он опять его тренирует, никаких сборов, поехал на Олимпийские игры. Выиграл Олимпийские игры. Ну, окей, раньше, когда бокс был другой. Хорошо, сейчас бокс. Это вчера был Тайсон. Он его готовит, он выиграл Америку по юношам. Он почти выиграл Америку, когда он немножко там ровненький бой, не дали победу. Был в шаге от Олимпийских игр. Майк Тайсон. Все это знают. Это было вчера. А я изнутри уже знаю, как это готовилось. Никаких сборов, куда он приходит сам, спарринги, кассы в УЗ. Представляете? И вот так вот вывести парня на эту орбиту. Это кем-тренером нужно быть. И когда там тренера начинают тебя берегнуть, или там боксеры, они, я так понял, без рубля, или там, я не знаю, венгинги, сделают шаг по этой стороне. А здесь все за свой счет. Все из его кармана. Оплачивается только чемпионат Америки. Ну, здесь какая-то финансирование есть. Вот матч у меня, к примеру, вывел Нью-Йорк. Финансирует, чтобы он поехал на чемпионат Америки. Все. А остальное все. Обаина надо проводить. Опыт надо набирать. В Канзас-Ситику поехали, бачили тысяча долларов. Тысяча долларов. Этой семье надо взять и положить. Понимаете? Другие соревнования. У нас там, как мы знаем, минимум нужно было провести 15 с боем. Ну, когда Тайсон боксировал, еще больше. Это все касс. Ну, кассу повезло. Давай, ему помогали там люди. Но все равно, кстати, это все из самого карма. Надо равняться на тренера, который взял Тайсона, который взял Тайсона, который не был одаренных, как те ребята, и сделал Тайсон, на котором говорит весь мир. Вот на таких тренеров надо равняться. Вот туда надо копаться. Как же они этого добиться? Флой Паттерсон маленький. Флой Паттерсон выиграл олимпийские игры в 75 килограмм. Тайсон тоже маленький, он еще меньше Тайсона. Там вообще, как говорится, кожа и кости. Он должен сделать тяжеловес. Великого тяжеловеса всех времен. Ну, это тоже о чем-то говорит. То есть, вот куда надо, ну, вот где собака зарыта. Казломата, поэтому для меня, как казломата, он должен быть для мирового бокса, особенно для, я считаю, у нас научный подход к боксу, ну, в постсовеской пространстве. Он должен быть одним из, как, столков, на которых, ну, должен учиться тренер, чтобы воспитывать чемпиона. Это будет только, только поза для, поэтому спасибо всем людям, которые, ну, как поднимают его. Моя цель, такая маленькая, что, ну, естественно, я хочу воспитать звезду, как Тайсон, как Флойд Майвейзер. Но еще моя цель, что, дай Бог, когда у меня был большой рупор, вынести Казломата, что, ну, что Казломата, это, ну, то есть, нет тренировок равных Казломата. То есть, действительно, как из обвения вынести его имя. Вот это, вот это моя цель, потому что он этого стоит. Вот это, вот так вот могу я подрезюмировать мои движения по поводу Казломата. Спасибо. Михаил, а вот последний вопрос. Скажите, какие три слова могут описать, какими тремя словами вы бы могли описать Казломата? Три слова. Ну, у меня только два слова будет. Давайте два. Ну, три, ну, даже три. Самый великий тренер. Это то, что мы говорим о том, что надо быть клево, надо быть смартным, и не обидеть. Это то, что он делает, что делает его героем, а то, что он делает. Это просто так, что он делает его. А вот это то, что это то, что здесь интервью с полицейской ом, а так же это то, что 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 бойцы. Продолжение следует...